Уже был параллелограмм, который пересекли вот так. Вот эта штука, А, Б, С, Д, параллелограмм. Пересекли прямой. Докажите, какой раз. Это не сложная, но вполне симпатичная задача. Абсолютно незачем. Решать видео, я получаю параллелограмму. Вы можете взять и нарисовать картинку следующим образом. Нарисовать, когда вы делаете параллелограмм. То на самом деле у вас отношение отрезка А, Б, К, Е и параллельных проектов сохраняется. Отношение А, Д, К, А, Ф сохраняется. Отношение А, С, К, А, Ж тоже сохраняется. Более того, вы беспокойненько можете считать, что это даже квадрат. Давайте пусть это будет квадрат. И тогда вдруг задача превращается в задачу про квадрат. А, В, Д, С. И что в этом самом квадрате? Очень просто. В этом квадрате проведена прямая. Она проведена случайно. Ну, ребята, если мы с вами проведем прямую равенную, то у нас отрезок А, Ф в какое-то количество раз увеличится. Отрезок А, Ж в какое-то количество. И отрезок А, Ж в какой-то количество. Они все, вот эти вот А, Ф, А, Г и А, Ж увеличатся в одно и то же количество раз. Поэтому вы беспокойненько можете считать, что на самом деле прямая проходит через точку Д. Таким образом достаточно решать задачу для случая, когда Д и Ф это одно и то же. Когда Е это какая-то здесь точка. И когда Ж это у нас какая-то точка здесь. Замечательно. А эта задача уже намного понятнее. Давайте посмотрим, во что превращается тогда наше равенство. Значит, итак, А, Б разделить на А, Ж. Ну, оно так и осталось. А, Б разделить на А, Ж. Дальше. А, Д разделить на А, Ф. Это просто единица. А, С разделить на А, Ж. А, С разделить на А, Ж. Замечательно. Мы должны доказать вот такую разницу. Неужели даже Ему не сможете? Это нечестно. Что? А, С и А, Ж2. Нет. Это если бы я привел диагональ, то это было бы 2. А так не обязательно. Нет, БМК возьмется считается. Ну, как хочешь, но как увидите. Нет координат. Ну, слушайте, а давайте сделаем так. Вот здесь у меня будет некий отрезок длины А. Вот этот отрезок у меня будет некоторой длины В. Вот этот отрезок будет некоторой длины А минус В. Как тогда записывается уравнение этой приборы? Просто у равно х. Как записывается уравнение вот этой приборы? У разделить на А и х разделить на Б. Это должна быть единица. И вот еще. У равно х. Неужели мы не сможем? Сможем. Х разделить на Б плюс х разделить на А. Это единица. Значит, х это мы знаем, что такое. А х это, кстати, будет отличие. Х это мы знаем, что такое. Это единица, деленная на одну А, плюс одну В. Отлично. Теперь, что такое отношение АС к АЖ? Да это просто А разделить на этот самый х. Замечательно. А разделить на х, это вы должны А делить на вот эту дробь. То есть А умножать на одну А плюс одну В. То есть у вас получится... А плюс В делить на В. Единица плюс АВ. И что? Вот это и есть АС делить на АЖ. Ну да. А вот это та самая единица. А вот это АВ, а вот это то самое АЕ. Мы получили равенство, которое нужно. Вы придумали решение без перехода квадратных и так далее? На самом деле тоже можно? Можно было в исходном варианте все увидеть. Надо было сказать, что от того, что вы прямую проведете через точку D, на самом деле ничего не изменится. Или, если хотите, прямую можно было провести через точку C. Это тоже было бы минус. Кстати, может быть так даже лучше. Взять и провести прямую через точку C. Смотрите, что тогда будет. Тогда у нас C и G, это будет одна и та же точка. Так, а здесь у нас отрезок АВ мы делили на отрезок, значит, что еще и E появилось. И здесь у нас отрезок АД делили на F. Ребята, выяснилось, что эта задача про формилограмм, это на самом деле вот что такое. Давайте я показываю, значит, есть треугольник. На его стороне взяли произвольную точку C, она же G, и построили параллелограмм. Построили? Здесь точка А, здесь точка В, здесь точка В, здесь точка В, здесь точка В. И просят сейчас доказать такое равенство. Так, значит, АС деленное на АЖ, это будет единица, правильно? Просим доказать, что когда АВ делишь на АЕ и прибавляешь к этому АД деленное на АФ, то будет единица. Что это такое? Что такое? АВ деленное на А. Что такое АВ? Это же то же самое, что ЦД, согласен? АВ и ЦД это одно и то же. Видишь ли я? Да. Значит, я могу вместо того, чтобы АВ делить на АЕ, я могу на самом деле ЦД делить на АЕ. Пишу. ЦД делить на АЕ. Теперь иду сюда. АД делить на АФ. АД это вот этот отрезок. Я делирую. А на самом деле это такое же. Теперь вы намек понимаете? Я могу вместо АД делить на АЕ писать что? БЦ делить на АЕ. Так, отлично. А теперь кто понимает, что ЦД делить на АЕ? Это коэффициент подобия, с которым вот этот вот верхний треугольник подобен всему большому. А значит, ЦД деленное на АЕ, это ничто иное, как ФЦ деленное на ФЕ. А вот этот вот второй ваш, второй слагаем, БЦ делить на АФ, это коэффициент подобия, с которым вот этот треугольник подобен всему большому. То есть БЦ делить на АФ, это на самом деле ЦЕ деленное на ЕФ. Ну, господа, когда мы их сложим, то в правой части образуется замечательная штука. ФЦ плюс ЦЕ деленное все это на ЕФ. Ну, то есть ЕФ деленное на ЕФ, то есть единица. Смотрите, здесь от того, чтобы прямую провели разумным способом, вдруг резко упростилась задача. То есть раньше это был какой-то непонятный параллограмм с прямой, а как только мы ее провели через вершину ЦЕ, так стал треугольник.